Вот этот дворовый флигель дома номер 12 по Баскову переулку одна из самых любопытных достопримечательностей. Дело в том, что здесь, в перенаселенной коммунальной квартире, тоже под номером 12, прошли детские, отреческие и юношеские годы нашего будущего президента. Среди жильцов этой квартиры как раз и была семья механика вагоностроительного завода имени Егорова Владимира Спиридоновича Путина. Где-то до 25-летнего возраста Владимир Дмитриевич Путин, школьник, потом студент, жил с родителями здесь, потом родители получили уже отдельную квартиру на проспекте Стачек. Путин запомнился сверстником, как дворовый хулиган. Мальчишка был способный, не был двоечником, но постоянно вмешивался в различные дворовые и уличные истории. Говорят, что его даже чуть не поставили на учет в детскую комнату милиции, а с такой репутацией он едва ли стал бы нашим нынешним президентом. Но его спас авторитет его отца, ветерана войны, который просто взял мальчишку на поруки. Но в шестом классе Владимир Дмитриевич устроился в секцию самбо и дзюдо, где, как мы знаем, в обоих видах спорта достиг степеней ЛПСов известных. Тренер, несколько лет назад скончавшийся, кстати, президент приезжал в Петербург на его похороны, Анатолий Александрович Раклин, был человеком очень суровым, въедливым, постоянно бывал в школах, требовал, чтобы питомцы этой секции представляли ему свои дневники, беседовал с классными руководителями, и бывало так, что если парень как-то вот терял его отметку, снижался уровень его успеваемости, тренер мог ему просто запретить на какое-то время посещать занятия в секции. И юному Путину пришлось взяться за ум и уже четко планировать время между школой, приготовлением домашних заданий и спортивными занятиями, и он выбился в твердые четверочники. Мы с вами еще подойдем к школе, где Владимир Дмитриевич учился до восьмого класса. Хотелось бы вам показать дом, в котором жил тренер. Дом находится напротив. Итак, вот дружевый дом под номером 21. Вот здесь жил Анатолий Санамонович Рахлин, тренер юного Путина. А вот там, в перспективе, в соседнем квартале, за угловым домом с башенкой Эркером и Кополом, в доме 35, до 1906-1910 года жил Дмитрий Сергеевич Лихачев. Семья Путина принадлежала к промышленной элите Ленинграда, семья Лихачева к научной. И нет данных о том, что как-то вот Путин и Лихачева были знакомы. Но, поскольку посещали они одни и те же магазины, одни и те же, например, предприятия бытового обслуживания, одни и те же расположения городского транспорта, по теории вероятности, мальчик Путина, к тому времени уже мастит и ученый Лихачев, где-то в эти кварталы должны были встречаться. И, наконец, даже на первый взгляд видно, что это дом нежилой, это учебное заведение, сейчас среднее, специальное. Но в свое время здесь была школа-восьмилядка. Через дом от Путинского адреса юному Владимиру Владимировичу недалеко было идти до школы, где он окончил 8 классов. Есть такая легенда, ну вот, правда, бают или лгут, что однажды в классе, это к пятому, Путин заключил пари со своими одноклассниками. Порезок еще состоял в том, что он на руках переберется вдоль решетки балкона верхнего этажа. Оцените, пожалуйста, расстояние. Если бы мальчик сорвался, у нас явно был бы сейчас другой президент. Но он успешно совершил этот маневр, пари выиграл, но оглушительнейший нагоняй от директора заработал в качестве поощрения. Вот став спортсменом Путина, кстати, вот, когда ты ходили, здесь трамваи, на Литейном проспекте, в улице Некрасова, в улице Восстания, и Владимир Владимирович ходил вот как раз на трамвайной остановке, чтобы отправиться на тренировку. Вструмевал один из его друзей детства, что однажды зимой ждали вот два парня трамвая, а подошли к группе пассажиров пьяницы, которые попытались устроить скандал. И невысокие, как мы знаем, довольно такого сложения изящного Путин подошел к одному из них. Тот ахнуть не успел, как оказался уже в сугробе. Второй, растопырив пальцы, палец на школьника, но тут же оказался рядом со своим собутыльником, даже и не осознав, что, собственно, и произошло. Ну, а тестат зрелости Пустин получил, закончив уже десятилетку в элитной школе, совсем другой части города, в Советском переулке. Эта школа состояла и состоит под покровительством Технологического института. Там в вестибюре большой портрет президента установлен в наши дни. Большинство пустяков как раз в Технологические институты поступали. Но Путин решил, как мы знаем, стать юристом. Но это тема отдельного рассказа.